Дай почитать. Так вот, очередная книга посвящена жизни и творчеству Венедикта Ерофеева «Притечи русского постмодернизма». Книга называется «Посторонний» и в точности отражает отношения определенной части творческой интеллигенции, талантливой, самобытной, думающей к тоталитарному прошлому, а, разумеется, кровавому, застойному и подавляющему свободу. Авторы искренне признаются о свободном человеке, которому довелось жить в несвободное время, в несвободной стране, мы и пытались рассказать в этой книге. Кстати, «Посторонний» получил главную российскую литературную премию «Большая книга», «Обойдя и дождь в Париже» Сенчина, и «Опосредованно» Сальникова, и «Все способные дышать дыхание» Горалик, но жюри выбрал книгу о Венечке. Да, этот писатель, эта личность, безусловно, интересна. Он слабенький, рахит, тичный ребенок с Кольского полуострова, сын и внук репрессированных. С данной матерью в итоге в детдом не просто выжил, а окончил школу золотой медалью, поступил в столичный вуз на филфак. Он самоучка, самородок. В доме была одна книга, Том Гоголя, кстати, в отчим доме Николая Васильевича Гоголя тоже была одна книга. Так вот, Ерофеев в четыре года научился читать, а затем писать. Как я уже сказала, закончит школу с золотой медалью, поступит в самый престижный вуз, блестяще сдаст первую сессию, потом сломается, запьет и не сдаст вторую. Перед третьей его отчислен. Книгу читать непросто. Ерофееву пришлось жить в несоответствующей его интеллекту среде, заниматься изнуряющим физическим трудом. Он беспрерывно пил, вступал в беспорядочные связи, много знал, любил живопись, музыку, тонко чувствовал, но был социопатом. Умер от рака горла. Книга написана хорошо, увлекательно, с постоянной глядкой на гениальную поэму «Москва петушки». Интересно каждому читателю, потому что Венедикт Ерофеев привлекает своей масштабностью, самобытностью и невероятным обаяниями и талантом. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!